Четверг, 26-й седмицы по Пятидесятнице, 80-е зачало Евангелия от Луки. Четверг, 26-й седмицы по Пятидесятнице, 80-е зачало Евангелия от Луки. «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои. Когда оставлен буду от управления домом, и призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, сто мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, сто мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши восемьдесят. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливая сыновей света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедного, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Прочтенная притча. Притча о неверном домоуправителе. Это, наверное, один из самых сложных текстов для объяснения, для толкования. Многие экзегеты говорят об изначальной трудности этого текста. В определенное время, в девятнадцатом, в начале двадцатого веков, даже высказывалась точка зрения, что это место евангельское является испорченным текстом. То есть текст евангельский именно в этом месте был испорчен, и поэтому растолковать его в евангельском смысле, с евангельским содержанием почти невозможно. Однако, как отмечали экзегеты Священного Писания и именно этой притчи, подобного рода ответ, то есть что это испорченный текст, является лишь просто уклонением от самой проблематики трудного текста. Нужно признать, что в Священном Писании есть трудные тексты. И возникли они не потому, что текст кто-то испортил, или что-то там дописал, или отписал, или убрал, а на самом деле они трудны для экзегезы. И задача толкователя всё-таки растолковать трудный текст. И эта притча именно такова. В действительности уже древние толкователи испытывали своеобразные затруднения при объяснении этой притчи. Почему? Потому что в этой притче есть негативный персонаж домоуправителей. И этот негативный персонаж является человеком, который лукавый, хитрый, неискренний и по сути своей пользуется служебным положением для собственной наживы. И вот такой персонаж ставится в пример. Как может быть это в контексте вообще евангельского учения? Давайте обратимся сначала к самой исторической конве. Надо сказать, что некоторыми авторами, например, архиепископом Лолием, были предприняты попытки реконструировать, сделать историческую и археологическую реконструкцию этой притчи, дабы понять те образы, те выражения, которые используются в этой притче. Мы воспользуемся этими реконструкциями и дополнительными толкователями и объяснением древних экзегетов и библистов нового времени. Господь, как уже говорилось, в притчах использует образы, символы, понятия, которые понятны и очевидны всем. Что же использовано в этой притче о неверном домоправителе? Какие именно исторические реалии времён Иисуса Христа можно увидеть в этой притче? Всё дело в том, что сейчас трудоустройство управляющего несколько по-иному, вернее, радикально по-иному осуществляется, чем это было в древности. Сейчас человек, приходящий на должность, условно говоря, менеджера, получает некие полномочия и получает свою заработную ставку. А в древности был такой интересный обычай, который был настолько популярен, что, по сути, воспринимался как должное, хотя все понимали, что это есть нарушение. И, как объясняют экзегеты этого места, этой притчи, что это было чуть ли не нормой. Когда кто-нибудь приходил устраиваться на должность управителя и договаривался с хозяином имения, хозяин имения назначал какое-то содержание, но предполагалось или допускалось, что всё-таки у дома управителя будут свои способы получения дополнительного неучтённого налога. Как это делалось? Например, хозяин обладает большим количеством земель, садов, рощ, лесов, и он их сдаёт в аренду. Конечно же, личного управления он не производит. Управляет от его имени домоуправитель этих всех имений. И вот домоуправитель заключает с арендаторами условия аренды. Ты пользуешься рощей или оливками или виноградником моего хозяина и должен отдавать ему за это определённый налог. Например, в год ты должен отдавать 100 литров оливкового масла за то, что ты пользуешься рощей моего господина. Или ты должен отдавать 50 центнеров пшеницы за то, что выращиваешь её на земле моего хозяина. Однако честный управитель мог, в принципе, как бы на этом и остановиться. Но чуть-чуть нечестный мог сделать такой вариант, что сверху того, что надо, он набрасывал в своём интересе. А домоуправитель, совсем уже потерявший всякие рамки и всякое приличие, то допускал иногда слишком большую процентную ставку сверх того, что ещё нужно было отдавать хозяину. Например, хозяин говорит домоуправителю, «Я отдаю это поле за то, что мне будут с него в год давать 100 килограмм пшеницы». А домоуправитель говорит арендатору, «За то, что ты будешь арендовать это поле, ты будешь давать 150 килограмм пшеницы». Управитель берёт 150 килограмм пшеницы, и из них 100 отдаёт хозяину, потому что хозяин сказал, что он хочет видеть именно 100 килограмм пшеницы с этого участка, а 50 забирает себе. И таким образом зачастую домоуправители имели достаток, доход, ну если не сопоставимый с доходом хозяина имения, то во всяком случае существенно выше той ставки, той изначальной заработной платы, которую предлагал ему хозяин. И на Востоке, как говорят историки и толкователи этой притчи, это было настолько распространённое явление, что хозяева зачастую понимали, что так и будет, и поэтому изначально давали маленькую ставку своему домоуправителю, зная, что домоуправители подобавляют себе где 10, где 50, где 80% сверху того, что им нужно было взять для своего хозяина. Но вот в данном случае очевидно, что домоуправитель брал так много сверху, что его доходы по сути были сопоставимы с доходами хозяина. Это видно из сопоставления цифр, которые он говорит писать в расписках тем, кого он потом призывает. И именно таково положение дел, то есть такая наглость домоуправителя, она стала для хозяина поводом недовольства, поводом в том, чтобы выразить своё недоверие домоуправителю. Итак, вот эта историческая канва, в которой сказаны эти притчи, отображены факты той жизни, жизни эпохи Господа Иисуса Христа. Но что же для нас, христиан, важного в этой притче? Святитель Феофан Затворник, а раньше у него и многие другие толкователи, и блаженный Феофилакт говорят, что если притчу рассматривать в подробности каждое отдельное слово, то такое толкование уведёт нас от изначального значения притчи. Есть некий общий смысл, который есть в этой притче, и вот его надо найти. То есть вся притча была сказана не ради того, чтобы её разобрали по кусочку, так сказать, произвели деконструкцию, а в том, чтобы поняли смысл всей притчи, всего текста. Итак, каково значение всей этой притчи? Значение всей притчи в следующем. Здесь сказано, что когда хозяин имения выразил своё негодование, то тогда домоуправитель решает изменить условия аренды. Эти условия аренды идут на уменьшение. То есть здесь вот как сказано, сколько ты должен? Он сказал 100 мер масла, сказал ему, возьми твою расписку и садись, скорее напиши 50 и так далее. То есть очевидно, что изначально хозяин хотел с данного арендатора 50 литр масла, но обнаглевший домоуправитель поставил ставку 100, из которых 50 отдавал себе, 50 передавал хозяину. И когда спойменный домоуправитель пытается теперь решить ситуацию, он как бы переписывает эти договоры об арендах и выигрывает здесь, безусловно, арендатор, потому что он будет платить меньше. Но в чём смысл, в чём мотивация, собственно говоря, этого недоброго домоуправителя? В том, чтобы хотя бы в последний момент приобрести, что называется, хорошее мнение о себе в людях. Здесь так и сказано. «Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом». То есть, как видно по притче, он просить не будет, а физическим трудом трудиться не сможет. Единственное, что он умеет, это управлять домом. Но кто его примет, если у него уже плохая репутация? И он пытается выровнять вот это плохое мнение о себе за счёт того, что арендаторы начнут рассказывать, какой хороший домоуправитель. Он понизил нам ставки, и это хороший человек. И на такой как бы волне, при такой молве, которая возникнет, конечно же, выиграет этот как раз домоуправитель, и сможет устроиться дальше кем-нибудь в качестве домоуправления в другом хозяйстве. Однако не это и есть главный смысл притчи. Главный смысл притчи в другом. Вот в последних, практически последних словах. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил». Вот представим себе, какое необычное выражение, какие необычные слова. Господин, который ругал, который подозревал домоуправителя в неверности, и в конечном итоге так и есть. И вот это уменьшение ставок по аренде показывает, что действительно домоуправитель был неверный. Но вместо того, чтобы вызвать его и сказать ему, «Видишь, вот ты начал понижать ставки по аренде, и об этом уже все говорят, и это, безусловно, доказывает твою неверность и твою беспринципность», хозяин, тем не менее, поступает совершенно противоположным образом. Он не ругает домоуправителя, не говорит ему, вот что и требовалось доказать, что ты являешься подлым человеком, а хвалит его. И здесь сказано, еще раз прочтем, «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил». То есть сама находчивость, которую проявил этот неверный домоуправитель, она вызвала своеобразное восхищение хозяина дома. Он, несмотря на то, что домоуправитель все же неверный, хозяин дома увидел, что он человек смышленый, человек с очень, что называется, подвижным умом, находчивый. И это само по себе качество вызывает у хозяина дома восторг, за что он потом и хвалит неверного домоуправителя. Вот за что именно похвала от хозяина домоуправителем. Не за то, что он был неверным в заключении ставок по аренде, не в том, что он обманывал и арендатора, и хозяина, а в том, что он проявил смышленность. И в действительности, если обратиться вот к нашему опыту, зачастую нам может не нравиться человек. Мы можем сказать, что он нехорошо себя ведет или поступает неправильным образом, или является аморальным, или карьеристом, и так далее, и так далее. Но все равно мы можем сказать, но в нем есть черты, в нем есть свойства, которые я не могу не похвалить. Я не могу не засвидетельствовать и даже восхищаться ими. Например, сообразительностью, энергичностью, умом, опытностью и так далее, и так далее. И вот в таком же положении оказался и хозяин. Да, он, конечно же, возмущен поведением своего домоуправителя, но он не может не восторгаться его смышленностью, его умом и находчивостью. Конечно же, хозяин дома — это, как бы сейчас сказали, человек бизнеса. И, безусловно, он ценит в людях хватку. И увидев эту хватку в своем неверном домоуправителе, он хвалит его вот за эту хватку. Каков нравственный смысл в конечном итоге для нас, христиан? Для нас нравственный смысл следующего образа, об этом говорит святитель Феофан, что смысл притчи в чём? Мы можем быть и часто ведём себя как неверные, как несоответствующее имя христианина. Но вот если обратиться к этой притче, какую мудрость, какую хватку, какую находчивость проявил человек, домоуправитель, когда понял, что ему грозит разорение. И святитель Феофан говорит, как же мы, христиане, которые вроде бы должны исповедовать и правильно поступать, живём совершенно не по заповедям, но когда Господь нас будет призывать, окажется, что мы неверные, что мы неправильные, что мы живём не так, как нужно. И вот Господь говорит нам, да проявите в конце концов вот хватку и смышлённость в том, чтобы искать возможности приобрести праведность. Если человек лукавый находит возможность, проявляет хватку, проявляет способности для приобретения материального, проявите вот эти черты для того, чтобы жить правильно, проявите свои таланты для того, чтобы стремиться к приобретению настоящего, то есть благодати, добрых дел, поступков, ищите возможности всяческим образом приобрести доброе, потому что только в таком случае мы получим похвалу от хозяина дома. И, конечно же, если мы можем большую часть нашей жизни даже жить неверно, но в конечном итоге, в какой-нибудь части своей жизни или старости, или при определённых условиях вдруг понимаем, что остаётся ни с чем, тогда мы можем использовать все наши таланты, все наши хорошие характеристики для возможности приобретения благодати, для возможности приобретения добрых дел. Чтобы понять в конечном итоге смысл заключительных слов, я их прочту, они также тяжелы для толкования, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. смысл этих слов станет нам понятен, если мы сопоставим их с одной евангельской историей, с историей Захея Митаря, человека, который по сути своей был вот таким же домоправителем. Митари, они тоже собирали налог в пользу римлян, но при этом могли себе кто больше, кто меньше, что-нибудь добавить, чтобы шло и в их личный карман. Например, если требовалось 10 драхм налога за год в пользу римской казны, Митари, можно сказать, 12 драхм, 10 он отдавал в пользу римской казны, а 2 оставлял себе. И на этом Митари очень сильно богатели. И вот Захей Митарь, он в конечном итоге был человеком богатым. И при этом в своём богатстве его не уважали, его считали недостойным человеком, недостойным ни по занятию, ни по методам обогащения. Но когда он уверовал, что он делает? Он говорит Господу, отдам половину моего имения и всё, что кому должен, отдам в 4 раза больше. Приобретено ли богатство Захей неправедным путём? Очевидно, да. Но приобретёт ли он друзей, когда наконец-то начнёт жить по закону Божьему, помогать бедным, кормить нищих, утешать тех, кто в этом нуждается? Ответ да. Если нужен пример человека, который большую часть своей жизни мог жить неправедно, мог приобретать что-нибудь неправедным путём, это не обязательно деньги, это может быть и положение, и власть, и связи, и возможности, и так далее, и так далее. Но когда придёт в осознание, когда поймёт, что в конечном итоге он живёт неверным образом и окажется без ничего, без ничего в духовном смысле, и начнёт все эти средства использовать в том, чтобы помогать окружающим, тогда, безусловно, он приобретёт друзей. И вот эта фраза, ещё раз её прочту, «приобретайте себе друзей богатством неправедным» — это как раз фраза, которая в полной мере показывает, показывается и раскрывается на примере Захея Матаря. Итак, общий смысл этой притчи — нужно быть находчивым, нужно искать возможности, проявлять характер, проявлять свои способности в том, чтобы приобрести божественную благодать, в том, чтобы делать дела добрые и через это наконец-то приобрести истинное богатство, богатство благодати во Христе. Субтитры создавал DimaTorzok